МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Талшин Жекард Хансердоперевод Жанна Аркишкин-Таевой. Для начала, коротко, о главном. До конца года освещение появится еще на 71 улице. В городе Семей продолжается реализация проекта по модернизации уличного освещения. В Семее началась осенняя посадка деревьев. В этот раз на территории города будет высажено 3500 саженцев. На территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». В ходе рейда возбуждено уголовное дело в отношении четырех браконьеров. В Восточно-Казахстанской области с рабочим визитом побывал министр индустрии инфраструктурного развития Республики Казахстан Бибут Атамкулов. Министр прибыл по поручению главы правительства Аскара Мамина с целью увидеть ход реализации проекта «Аул Ельбисга». Он посетил Бакарчикскую среднюю школу, где в рамках национального проекта был проведен капитальный ремонт. В учебном заведении была произведена замена полов, доверей, канализации, водопровода, тепловых и электрических сетей. Проведены наружные и внутренние отделочные работы. Также министр ознакомился с ходом строительства Дома культуры. Кроме того, Бибут Атамкулов осмотрел реконструированные участки автодорог Талдыкурган-Усть-Каменогорск и Колбатау-Май-Хапшагай. Министр посетил Дом культуры поселка Глубокое, построенный в прошлом году, и осмотрел зрительный зал на 300 мест. Объект отличается современным оборудованием и кинотеатром. Перед зданием установлена скульптура великого казахского просветителя Абая Кунанбаева. Благоустроен сквер. Также Бибут Атамкулов посетил улицы села Самарское Кокпиктинского района. Там средний ремонт завершен на 95%. Всего в селе отремонтируют более 7 километров дорог. Здесь же ведется строительство бассейна. На сегодняшний день работы выполнены на 80%. Мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе области. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, строительство электросетей и двух общежитий для работников участка. Планируется, что жители региона начнут использовать его в 2024 году. В рамках проекта АУЕЛ БСГ Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан ведется работа по развитию региона. В текущем году на строительство жилья в сельских и населенных пунктах Восточно-Казахстанской области выделено 372,5 миллионов тенге. Из 683 сел региона 529 обеспечены водой. В рамках программы АУЕЛ БСГ планируется охватить еще 125. Также в текущем году планируется отремонтировать 199 километров дорог. Аким города Бахышан Баяхметов ознакомился с оборудованием и работой диспетчерского центра на базе товарищества с ограниченной ответственностью «Горсвет». В рамках уличного освещения города заменено 5,5 тысяч светильников. До конца года дополнительно будет освещена еще 71 улица. В городе Семе продолжаются масштабные работы по модернизации уличного освещения. Аким города Бахышан Баяхметов проверил необходимое оборудование для освещения, качество проводов и светильников. Также ознакомился с работой диспетчерского центра. В центре на базе товарищества с ограниченной ответственностью «Горсвет» можно удаленно увидеть, не произошел ли какой-то дефект. Значит, система управления будет даже показывать, где светильник не горит. Какая мощность, потому что снижение мощности здесь она сразу же отсюда видно, на какой улице и так далее. До конца года будут освещены дополнительно 71 улица. Вот сейчас вы увидели, там уже провода, более 60 километров проводов уже прошло. Сейчас посмотрим светодиодные светильники. То есть весь необходимый материал уже имеется, в том числе опоры. Опоры, они находятся в другом месте. Нужно где-то 700, около 800 опор. На светильники, поставляемые генеральным подрядчиком проекта компании «Эверлайт», предоставляется 10-летняя гарантия. Если они имеют какие-то неисправности, компания обязана отремонтировать свечи или же отправить на место новые. Светильники 150, 130, 70 ватт. 70 ватт мы применяем на маленьких улицах, то есть не спальных районах, где грузовой поток перемещения машин чуть поменьше. 130, 150 ватт уже на магистральных улицах и широких улицах, что предвещает где-то более 4 метров. Светильники хорошего качества. По экономичности будет где-то 60%, чем старые, если вы видите, светильники. По сравнению с ними экономия энергии будет составлять 60%. В настоящее время на улице Чайковского завершены работы по освещению. Сейчас ведутся работы по улице Коржобайло. На очереди поселок Энергетик и улица Морозова. Планируется, что в следующем году темпы этих работ удвоятся. Аким области Даниил Ахметов достиг соглашения с Европейским банком реконструкции и развития о втором этапе модернизации улицы города Семей. В результате будет освещено 300 улиц города. Это 80% улиц города Семей. В Семее планируется покраска старых домов. В целях улучшения архитектурного облика города на начальном этапе были выбраны 32 дома. Аким города Бахачан Баяхметов рассказал о проводимой работе по внутренней архитектуре города. В настоящее время отделам архитектуры и градостроительства предложено несколько вариантов окраски 5, 9 и 16 этажных ветких жилых домов на участке от пересечения проспекта Шакарима, то есть улицы Шмидта, до проспекта Кабамбай-Батыра. Дома на указанных улицах были выбраны не случайно. Жилой фонд в центре города должен раскрывать облик семьи, говорит Бахачан Баяхметов. При этом Аким город отметил, что при покраске жилых домов важно учитывать архитектурные особенности объекта и оформлять их в разных цветах. Также при покраске должны учитываться климатические условия города семьи, элементы настенного покрытия. На первом этапе для разработки проектного варианта были выбраны 32 дома, расположенные по проспекту Шакарима, улицы Уранхаева, Ибраева, Дулатова, Балиханова. После окончательного утверждения вопроса, финансирования и прохождения экспертизы, все проекты будут внесены в бюджет города на 2022 год. В Восточном Казахстане карантинные ограничения продлены до 12 ноября. Опубликованное постановление главного государственного санитарного врача области, согласно ему, сроки ограничительных мер могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области. Сегодня уровень наполняемости коечного фонда в инфекционных стационарах для лечения инфицированных больных COVID-19 составляет 18,2%. Репродуктивное число инфекций по области 0,985. При этом Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области призывает население соблюдать карантинные требования и все ограничения, содержащиеся в постановлениях главных государственных санитарных врачей республики и области. В семье продолжается вакцинация. В городской поликлинике первичная медико-санитарная помощь номер один первым компонентом вакцины против коронавируса привито более 7 тысяч человек, а вторым более 6 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга сообщил врач-эпидемиолог Ильгиз Ахмеров. На сегодняшний день к поликлинике номер один прикреплено 14 тысяч 90 человек. Пациенты поликлиники получают вакцины спутник ВИК, Казвак и Синофарм. Первым компонентом привито 7 тысяч 635 человек, вторым компонентом 6 тысяч 888 человек. У нас в принципе номер один на водном есть два прививочных пункта. Это первая школа номер 4, там находится дежурная медсестра и медсестра вторая, которая оказывает ей помощь, исполняет функции регистратора, оказывает также ей помощь. И вторая непосредственно самой поликлиники, второй медицинский пункт вакцинации. Там также есть бригада из ВОП врача, которые разъясняют о каких-либо небольших негативных моментах после вакцинации, которые могут быть. По словам врача, если первый компонент вакцины активирует иммунный ответ против коронавирусной инфекции, то вторая нужна для того, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. Поэтому вакцинация снижает вероятность заражения коронавирусом в 10 раз. Возникает случай, например, мы объясняем пациентам, что, допустим, я переболел пациентом коронавирусом, зачем в таком случае мне прививаться? Так вот, в тот момент, когда пациент переболел, у него мутации происходят в самом недре. То есть он, ну, обобщенный, скажем так, не защищен, не является, скажем так, абсолютно безопасным, не попадает в группу риска. То есть нужно все-таки прививаться. На брифинге также было сказано о важности ношения медицинских масок в общественных местах и соблюдения социальной дистанции. По словам врача-эпидемиолога, в поликлинике из числа привитых пациентов не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Толшин Шакартхана, Яулум Бакатказа, телеканал «Семей». В казахстанских организациях образование завершено первой четверть. На осенних каникулах школьники отдохнут 7 дней. Как сообщили в Министерстве образования, осенние каникулы начнутся с 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Вторую четверть обучающихся начнут 8 ноября в традиционном формате. Образовательный процесс в первой четверти проходил в автономном режиме. Стоит отметить, что в первом квартале около 100% учащихся в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Казалардинской и Северо-Казахстанской областей прошли обучение в традиционном формате. Наконец, в первой четверти коронавирусом зародились 0,04% от общего числа учащихся. В первом квартале 6% от общего числа классов были помещены на карантин. В семье началась осенняя посадка деревьев. На этот раз на территории города планируется высадить 3500 саженцев. Это деревья из разных садов Восточно-Казахстанской области, подходящие для местного климата. А именно сосны, березы, ели и пирамидальные тополя. В мероприятии по посадке деревьев, организованном в минувшую субботу, приняли участие представители городского акимата, работники учреждения «Зеленстрой», представители подрядных организаций дорожников и военнослужащие войсковой части 68-303. В этом году на улицах Семеи были построены правые повороты, расширен ряд дорог. В ходе указанных работ пришлось вырубить деревья на обочинах. В настоящее время в качестве компенсации за вырубленные зеленые насаждения в нашем городе набирают обороты посадка саженцев. По словам представителей учреждения, реализующего проект по строительству правых поворотов, они планируют высадить около 1200 пирамидных тополей и берез. В рамках правых поворотов мы были вынуждены удалить деревья. И вот на сегодняшний день в рамках этого проекта мы производим компенсационную высадку деревьев. За каждое дерево мы садим 10 деревьев. В настоящее время определены улицы, где будут высажены деревья. В частности, это дорога в направлении аэропорта улицы Бибурамбая, Шугаева, Джангильдина, Жумабаева, улица Алибаева с выходом на автодорогу Омск, Майкапшагай. Развязка по улице Абая, ведущей к подвесному мосту и другие места. При строительстве здания по улице Бостаева было вырублено 17 деревьев. Поскольку это незаконно, подрядчик теперь вынужден посадить 340 деревьев. Вместе с тем местными исполнительными органами будет высажено еще 3500 деревьев в течение этих трех недель. Сегодня мы посадим более 2000 деревьев. Остальные будут высажены в течение следующих недель. В минувшую субботу по улице Садпаева в нашем городе также были высажены молодые саженцы. В мероприятии приняли участие представители подрядной организации военнослужащие войсковой части 68303. В рамках акций здесь высадили 70 деревьев. По улице Садпаева в районе микрорайона Ушахтар, это частный сектор, новые дома. И продолжение живой изгороди по улице Лебаева на выезде на Ускаменогорскую трассу. Здесь мы тоже высаживаем 1800 деревьев породы вяз. Акимат города обратился с официальным письмом и нам помогают высадки в войсковая часть. В целях благоустройства и озеленения города и семьи предусмотрено ежегодное высаживание 10 тысяч деревьев. В рамках данной акции по городу высажено 3500 саженцев. Акция продлится до 15 ноября. На пригородной трассе по направлению села Озерки, поселок Восходово, стеонолетний водитель автомобиля марки Volkswagen допустил наезд на перебегавшего дорогу несовершеннолетнего мальчика. 2012 года рождения, который в результате полученных травм, скончался на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование. Также вечером 28 октября текущего года на автодороге по направлению семьи Италица 66-летний водитель автобуса марки ПАЗ допустил наезд на находящегося на проезжей части 45-летнего мужчину, который в результате полученных телесных повреждений скончался на месте. Проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время по городу проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». На первом километре трассы Семьи Озерки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, где в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, а также на снижение дорожно-транспортных происшествий по городу Семей проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В целях на снижение количества дорожно-транспортных происшествий в течение первого дня оперативного масштабного мероприятия было выявлено 255 нарушений правил дорожного движения. В Тарбакатайском районе Восточного Казахстана стоимость угля достигла 25 тысяч тенге за тонну. Однако для жителей отдаленных сел стало проблемой просто его найти. Как бы не взлетели цены на твердое топливо, население вынуждено покупать. Из-за отсутствия угля жители вынуждены топить печи, чем придется, а в ход идет даже навоз. Уголь в Тарбакатайском районе, который в прошлом году стоил 19 тысяч тенге за тонну, в этом году продается за 25 тысяч. Несмотря на высокую стоимость, местным жителям ничего не остается, как покупать это топливо, пусть и в небольших количествах. Если посмотреть на сельскую местность, то в среднем заработок составляет около 50-60 тысяч тенге. Уголь стоит 25 тысяч. Если он купит хотя бы 2 тонны угля, чем он будет кормить своих детей? В настоящее время предприниматели отпускают всего по 1-2 тонны угля на человека. Причиной дефицита, по их словам, является износ трассы Омск-Майкапшагай и рост цен на дизельное топливо. Не можем привезти уголь, потому что не хватает дизельного топлива. Литр солярки на Казмунае уже стоит 260 тенге. А один КамАЗ за рейс сжигает не менее 800-850 литров. Дорога плохая. Это тоже увеличивает расход топлива и, соответственно, цену угля. Так обстоит дело в райцентре и в густонаселенных селах. А в населенных пунктах, расположенных у самой границы, ситуация еще сложнее. Несмотря на цену, люди были бы готовы приобрести уголь, но его попросту нет. Жители вынуждены топить печи, чем придется. В ход идет даже навоз. КамАЗа не приходят, дорога тяжелая, горная местность. Мы вынуждены собирать навоз из-под скота и изжигать его, пока не подвезут уголь. А зима у нас, сами знаете, длится 5-6 месяцев. В администрации района осознают, что проблема, которая повторяется из года в год, в этом году обострилась. Однако они не в силах стабилизировать цены на уголь. Решить проблему можно, только перейдя на природный газ. Всем известно, что в соседнем Зайсане добывают природный газ, и район уже на 80% газифицирован. Сейчас мы подписали соглашение с компанией Мынырак Мунай о поиске газа в нашем районе. Однако неизвестно, какими будут результаты этих поисков. Местным властям не удалось договориться о поставках природного газа из соседнего Зайсанского района. Евгений Проскурин, Ержан Жакыб, Серик Нуртаза, телеканал «Семей». В сценах городского дворца культуры прошел 22-й международный фестиваль татарского искусства «Кузге Иртыш Мунаре». Концерт был инициирован силами семичан. Подробности смотрите в нашем следующем видеоматериале. «Кузге Иртыш Мунаре» под таким названием прошел очередной уже 22-й международный фестиваль. В мероприятии приняли участие не только творческий коллектив из «Семея». Свои подготовленные выступления присылали и участники из Сибири, Томска, Иркутска, Казани. Это один из праздников, который способствует сохранению и развитию многонациональной культуры Республики Казахстан, рассказывает организатор фестиваля. Несмотря на все проблемы с коронавирусом, мы это проводим, мы этому рады и благодарны и первому, и действующему президенту, потому что та политика, которую они проводят, позволяет нам сегодня устраивать праздники. Фестиваль такого масштаба в связи с эпидемиологической обстановкой вынужден проходить в онлайн-режиме. Еще одна особенность фестиваля заключается в том, что возрастные категории участников от 3 до 84 лет. «Поскольку в этом году нет возможности приехать, видимо, с других городов, вообще обычно фестиваль огромный, имеет, в общем-то, аудиторию. С разных городов, с разных стран приезжают к нам на фестиваль. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией есть достаточно большое количество номеров, локальных, ансамблевых, с других городов, но, к сожалению, нам придется этот концерт делать в онлайн-режиме». Основная масса выступающих на международном фестивале – это ученики Татарской школы искусств. Ребята, которые принимали участие в мероприятии уже несколько раз, рассказывают, что это большая возможность развиваться и проявить себя с творческой стороны. «Я буду исполнять песню «Ирбит». Мы репетировали эту песню еще давно, начинали. Пою уже достаточно долго, да, сейчас при школе очень интересно». На данный момент материал участников рассматриваются членами жюри. На основании этого голосования выявят лауреатов, после чего состоится гала-концерт в онлайн-режиме. Талшу Шекардхан, Диана Тулеу и Жан Макзумов, Телеканал «Семей». Это были все новости к этому часу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин